В течение пяти дней лучшие райтеры со всей страны раскрашивали будни детского лагеря премьера яркими красками. 16 крупномасштабных картин. Итог – кропотливой работы. Кое-где еще наносят последние штрихи, но в целом все готово. Некоторые рисунки занимают до 150 квадратных метров площади в полную высоту трехэтажного дома. Как шутят сами райтеры, граффити не для тех, кто боится высоты. Картина «Морское дно», созданная художником из Таврополя, одна из самых непростых в исполнении. Только на подготовку, установку лесов и обработку площади ушло около двух дней. Сложности, как минимум, то, что это работа на высоте и строительные леса. Их пришлось немножко прихватывать с теней, чтобы они не шатались. Ну, в принципе, нормально. Еще неделю назад эта трансформаторная будка была серой и неприглядной. Сегодня кирпичные стены превратились в яркий морской сюжет с феей, олицетворяющей детство. Граффитисты из Краснодара постарались обыграть пространство так, чтобы полностью расписать его баллончиком. По словам художников, вдохновение придавала позитивная творческая атмосфера. Но соревновательного духа не было. Все ребята из разных городов приехали. Все очень интересные. Скорее, это был обмен опытом. Успели со всеми пообщаться. Ну, вот такая очень приятная информативная поездка. И все остались в хороших, теплых, дружеских отношениях. Ну, здесь стало, конечно, поуютней. И проведя здесь неделю, уже чувствуешь себя как дома. Здесь очень комфортно. Я думаю, детям тоже очень понравится. От серых стен не осталось ни следа. Теперь территория детского лагеря больше напоминает картинную галерею под открытым небом. Художники обещают, их яркий след останется здесь надолго. Специальная краска не выгорит и не смоется в течение лет десяти. Это первый, но далеко не последний стрит-арт-фестиваль в крае. Этим летом творческое объединение «Край-Сити» планирует организовать его в Туапсе и Краснодаре. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-Регион.